Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и, как всегда, мы говорим о главном. Каждый день нам предлагают различные финансовые услуги, порой непонятные и сложные. Мошенники придумали различные способы обмануть граждан и лишить их своих денег. Даже могут представиться добропорядочные организации. Так вот, как не попасть в ловушку к мошенникам и как защитить себя и своих близких от финансовых потерь, мы поговорим с заместителем управляющего отделения Национального банка по республике Саха-Якутия, Банка России Андреем Гриднием. Андрей Анатольевич, я вас приветствую. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Действительно, сегодня стать жертвой мошенников может каждый. Независимо, держит он деньги на банковской карточке, либо предпочитает наличные деньги. Дело в том, что мошенники, они используют наши слабости. Обещают золотые горы, представляются иногда сотрудниками действительно солидных организаций, либо банков. И, к сожалению, Центральный банк Российской Федерации продолжает получать достаточно большое количество жалоб от граждан, которые попали в сети мошенников. И для того, чтобы снизить количество таких случаев и поступления жалоб, Банк России рекомендует нашим гражданам повышать финансовую грамотность, исследовать довольно простым правилам безопасности при получении финансовых услуг. Большое количество финансовых платежей сейчас происходит безналичным расчетом. И часто в сводках криминальных фигурируют банковские карты. Так вот, как понять, что тебя не разводят? Ну, Марин, украсть деньги с банковской карты, конечно, намного сложнее, чем с кошелька. Дело в том, что мошенникам, для того, чтобы осуществить такое деяние, они должны знать номер карты, должны знать срок ее действия, знать фамилию и имя отчества владельца, знать пин-код, ну и так называемый код CVC. Это вот те заветные три цифры, которые располагаются на оборотной стороне каждой карточки, которые мы используем при осуществлении покупок в интернете. А каким образом добывают информацию мошенники? Ведь для того, чтобы в банковской системе разобраться, нужно как минимум быть программистом, наверное, но уже не говоря о банковской осведомленности. Ну, существует ряд простых правил, с которыми, в принципе, справится каждый. Прежде всего, конечно, мошенники каким образом могут получить? Они могут установить так называемые скиммеры, это считывающие устройства, установить их на банкомате, либо установить видеокамеру. Далее, мошенниками, конечно, могут оказаться, к сожалению, и сотрудники сферы услуг в кафе, либо кассиры в какой-нибудь торговой точке. Ни в коем случае не в обиду будет сказано сотрудникам этих организаций, но, к сожалению, такие случаи бывают. То есть, это те люди, которые имеют прямой доступ к вашей банковской карточке в период, когда вы расплачиваетесь за услуги. Поэтому мы призываем быть всегда бдительными и ни в коем случае не передавать свои личные данные и пин-кода от карточек посторонним людям. Пин-код желательно, конечно, не хранить на компьютере или на смартфоне. Ну и элементарно установить необходимо антивирус, да, себе или своим близким. Вот. Ну, на самом деле... А что же делать, если сняли уже деньги? Вот, ну, если сняли, конечно, такая ситуация может быть. Ну, для начала я хочу сказать, что вот по правилам безопасности, да, дополнить. А потом скажу о том, что делать, если вдруг деньги все-таки сняли. А когда вы снимаете деньги с банкомата, то обязательно убедитесь, да, что никаких посторонних предметов на банкомате нет, что клавиатура не шевелится, да, то есть нет никаких дополнительных накладок. При вводе своего пин-кода обязательно прикрывайте ладошкой, независимо, стоит за вами кто-то, не стоит, потому что могут все-таки быть камеры какие-то действующие. Ну и, безусловно, никогда не передавайте свой секретный код, который вы получили по СМС в период, когда делаете покупки в интернете. Так вот, если вдруг действительно мошенники каким-то образом воспользовались данными вашей карты и сняли деньги, тут есть четыре простых шага. Первое. Незамедлительно звоните в свой банк. Телефоны есть на оборотной стороне кредитной карты, которая у вас есть. Блокируйте счет. Обязательно запросите выписку по операциям, которые были сделаны в последнее время с вашей карты. Найдите ту операцию, которую вы не одобряете. Напишите заявление о том, что вы не согласны с этой операцией и передавайте заявление в органы правоохранительные, в полицию. Так а где, по вашему мнению, безопаснее всего снимать деньги? Вот в каких банкоматах? Где они установлены? Вот у нас, например, в городе. Не, ну смотрите, банкоматы в любом случае, они стоят либо в помещениях кредитных организаций, либо в организациях, да, ну специальные будки, как вы знаете, есть у нас в городе. Там, пожалуйста, там и правила безопасности обеспечены, то есть есть определенные требования, но это уже несколько иной разговор. Ну вот, мошенники же могут не только украсть деньги, да, казалось бы, вот лихие 90-е, это вот пирамиды, это отголоски оттуда. Как распознать финансовую пирамиду, когда предлагают вот быстрый способ получения денег своим клиентам? Да, вот вы, Марина, упомянули 90-е, и, к сожалению, эта проблема все же до сих пор актуальна у нас. Нет-нет появляются такого рода организации. Ведь финансовые пирамиды, они маскируются чаще всего под микрофинансовые организации, под инвестиционные управляющие компании, под различные интернет-казино. И, как вы знаете, мошенники, они используют очень агрессивную рекламу. Они, вот, как я выше говорил, обещают золотые горы, какие-то безумные завышенные проценты по вкладам. Даже пытаются гарантировать доходность по ценным бумагам, что, в принципе, закрыть кредит, да, безусловно. Вот, поэтому тут, понимаете, даже надо быть с ними очень осторожным. Дело в том, что финансовые пирамиды, они зачастую возникают вообще ниоткуда. У них нет никакого бэнк-бэкграунда, так называемого, истории. Они не обладают лицензиями никакими ни от Федеральной комиссии по ценным бумагам, ни от Федеральной службы по финансовым рынкам. Ну и тем более, они обладают лицензиями от Банка России на прием денег от вкладчиков. Вот, поэтому... А как отличить добропорядочную организацию от пирамиды финансовой? Только с помощью проверки. Есть какие-то признаки? Вот, смотрите, если вам звонят из такой организации, то обязательно не поленитесь. Не поленитесь, перезвоните в эту организацию, потому что сотрудник может не являться сотрудником данной организации. Уточните, может ли вообще, в принципе, звонить вам сотрудник и по какому поводу. Вот. Ну, так что тут в любом случае надо всегда проверять информацию. Если вам звонят, допустим, с какой-то организации и предлагают либо улучшить свою кредитную историю, да, как-то вот очистить какие-то данные, либо помочь в выдаче кредита, то знайте, что, скорее всего, вы имеете дело с мошенниками. Кстати, Центральный банк, хочу и обратить внимание наших телезрителей, Центральный банк Российской Федерации не работает с гражданами напрямую как с клиентами в силу специфики своей деятельности. И поэтому никаких уведомлений, никаких звонков от сотрудников якобы Центрального банка быть, в принципе, не может. Такие случаи могут быть, но только в такой ситуации, если гражданин до этого уже обращался в Интернет-приемный банк России с какой-то жалобой или просьбой, и тогда ему может прийти СМС-сообщение от Центрального банка с той информацией, которую он запрашивал, и обращая внимание тоже наших телезрителей, это будет короткий номер 3434. Поэтому достаточно этих элементарных правил знать, пожалуйста, передайте своим пожилым родителям, либо детям, это поможет избежать ошибок. Вот говоря о мошенниках, мы не можем не затронуть тему фальшивомонетчиков, особенно сейчас люди боятся вот этих новых купюр, нового образца, не привыкли еще 200 рублей, 2000. На какие признаки подлинности нужно, в первую очередь, людям обращать внимание? Да, Марина, спасибо за вопрос. Дело в том, что сейчас некая нервозность образовалась вокруг новых купюр. Вот я, кстати, вот и принес их, да, вот это вот 2000, это 200, да, вот можете посмотреть. Да, вот. Если вам вдруг в руки попали купюры нового образца, то переживать и бояться не надо. Да, эти купюры, они очень хорошо защищены. Говорить о всех признаках защиты у этих купюр, конечно, это, наверное, необходимо организовать отдельную встречу. Я лишь скажу, что 200-рублевая купюра, она обладает 11 защитными признаками, а 2000-я купюра 12. Для обывателя, чтобы провести экспресс-анализ, достаточно определить, ну, хотя бы три защитных признака. Они бывают, ну, традиционные, можно посмотреть на просвет, либо менять угол зрения. Вот. Но и что самое интересное, это нововведение. И гражданин любой, имея приложение, которое умеет считывать QR-код, можно посмотреть, что здесь на лицевой стороне каждой купюры в правом нижнем углу есть QR-код. Если вы наводите это приложение, то приложение мобильное автоматически вас выводит на страничку сайта Банка России, где расписаны все защитные признаки. То есть это можно прочитать и, пожалуйста, используйте. А куда обращаться, если не принимают эти новые банкноты? Если не принимают, ну, таких фактов становится все меньше и меньше. Я хочу обратить внимание, жалоб таких мы давно уже не слышали. Но если вдруг не приняли, то у вас есть право обратиться в первую очередь в Роспотребнадзор, в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг Банка России, ну и непосредственно в интернет-приемную на сайт Банка России www.cbr.ru. И на ваш взгляд такой вопрос. Увеличение вот этих вот мошеннических действий, да, со стороны мошенников становится все больше, потому что не осведомлены граждане финансово неграмотные, или все-таки банковская уязвимость, или и то, и другое? Все-таки я считаю, что, конечно, отчасти все перечисленные вами причины имеют место быть, но во главу угла мы, конечно, сейчас возносим финансовую грамотность наших граждан. Ведь действующие сейчас нынешние школьники – это будущие студенты, будущие молодые специалисты. И вы понимаете, что мошенники, конечно, пользуются, вернее, учитывают психологический возраст наших подростков, наших детей. Как вы знаете, они достаточно импульсивные, они склонны принимать решения о покупке того или иного товара на основании какой-то агрессивной рекламы. Конечно же, у них есть желание побыстрее и побольше заработать. Так что мы, как Банк России, сейчас проводим очень серьезную работу в направлении повышения финграмотности вместе с Минобразованием. Спасибо вам за беседу и напоминаю нашим телезрителям о финансовой грамотности. Мы говорили заместителем управляющего отделения Национального банка по Республике Саха-Якутия, Банка России Андреем Гридневым. Не попадайтесь на удочку мошенникам. Спасибо, Марина. Спасибо.